итак друзья данный автомобиль это honda freed второе поколение начал выпускаться в 2017 году продаваться в японии сентября 2017 года значит как считает в компании honda данный автомобиль он подойдет абсолютно любому человеку будто я не знаю там парень девушка семейная пара с детьми и так далее то есть автомобиль для на каждый день для езды в любую погоду миль выглядит намного красивее массив него своего предшественника за счет вот этого вот массивного перед к при взгляде в профиль данный данный автомобиль сразу бросается в глаза то что передние стойки вдоль лобового стекла начинается практически на самой передней колесной оси спереди добавились большие такие вот видите треугольные стекла до для хорошей обзорности а зеркала заднего вида сперятались вот здесь в углах углах дверей новый мотор полуторалитровый теперь выдает 131 лошадиную силу на 13 лошадиных сил больше чем предыдущий далее в гибридной версии 110 лошадиных сил вместо 88 мощность электромотора на данном автомобиле выросла с 10 до 22 киловатт что как бы нам прибавляет в мощности плюс 30 лошадиных сил объем топливного бака на данном автомобиле кстати он находится с левой стороны 36 литров на одном литре бензина этот автомобиль способен проехать до 27 километров кстати данные автомобили есть версиях да есть просто гибрид передний привод как наш данный автомобиль есть гибрид 4 в.д. соответственно есть передний привод автомобиля значит что касается подвески на данных автомобилях вот на примере гибридная версия до передний период передняя подвеска идет независимая сзади подвеска идет полузависимая что касается автомобиля 4 воды передние и задние подвески идут независимые данные автомобили они оснащены электроусилителем руля что касается передних тормозов пусть передние тормоза у нас идут диски дисковые задние тормоза встречаются как дисковые так и барабанные что касается трансмиссии значит на гибридных версиях у нас это идет 7 ступенчатый робот если версия не гибридная бензиновая идет вариатор к плюсам данных автомобилей что можно отнести это прекрасный дизайн прекрасная внешность комфортабельность удобства высокие невысокие мощные хорошие двигателя низкий расход топлива но к минусам можно отнести кстати минусы здесь ожидаемые да это низкий дорожный просвет и отсутствует возможность в багажном отделении то что багажном отделении а сделать ровный пол так ребят но вкратце рассказали до характеристики данного автомобиля давайте еще раз посмотрим еще раз вопроса пройдем с вами посмотрим внешний вид автомобиля видите да как он изменился то есть и двери изменились крылья изменилось изменилось в автомобиле все стопари стекла крыша полностью практически полностью все поменялось значит данный автомобиль он в очень хорошей комплектации начнем наверно с перед к и обратите внимание да вот как устроено лобовое стекло в комплектации идет система безопасности до типа кого-то как на subari как стоит айсай здесь она называется сенсити honda и регистратор идет встроенный японский сонар и камера переднего вида фары идут линзованные родное лобовое стекло повторители в зеркалах заднего вида автомобиль на летней резине без литья с родными колпаками без ключевой доступ боковые двери электро сдвижные две электрические двери сзади установлена камера заднего вида начнем с багажного отделения как видите да в автомобиле три ряда сидений 6 посадочных мест но третий ряд сидений я скажу сразу место здесь очень мало трансформируется вот таким вот образом то есть ну видите да как бы объем багажного отделения можно сказать как в кейкаре его просто просто здесь нет если мы разложим разложим три ряда сидений то есть раскладывается он очень просто крючок ну давайте я не буду раскладывая до одной рукой неудобно вот здесь крючок здесь у нас ножка выезжает он опускается и фиксируется в принципе проблем проблем никаких не возникает но если мы с вами сложили третий ряд сидений то получается довольно таки неплохой неплохой вместительный багажник что касается второго ряда сидений двери как я уже говорил они идут электро русскую потянули дверка открылась идет два капитанских кресла ездит они вперед назад у каждого кресла есть свой подлокотник как вы видите проход проход на третий ряд сидений давайте сядем посидим сколько места кстати шторочки идут встроенные до автомобиля вот таким вот образом их можно убрать их можно повесить японцы все-таки молодцы удобные ручки большой монитор по месту я вам скажу комфортно удобно и весело особенно с монитором очень весело по левой стороне тоже идет у нас шторка электростеклоподъемник здесь кармашек проход на передний ряд сидений здесь идет у нас подстаканник то есть говорил да то что сидушки они ездят вперед как бы немного вперед сдвинулись до место для третьего пассажира увеличилась но вот так вот мы ездить не будем до в любом случае сидушка должна быть отодвинута практически до конца что было удобно комфортно грубо говоря что себя комфортно чувствовали при езде сзади можно посадить наверное если только детей при желании можно пройти конечно на передний ряд сидений да ну пачкать мы не будем вот мы выйдем с автомобиля также вот очень удобная ручка чтобы можно было выйти из автомобиля двигателя вам рассказали какие здесь данная версия это гибридная версия напоминаю вам посмотрим сколько места для переднего пассажира начнем наверно с дверной карты основная масса везде идет пластик тканевая вставка тканевая вставка всевозможные полочки кстати здесь сделано это у нас дерево дуревая airbag и подстаканник бардачок с модемом передняя сидушка все стандартно все обычно ездит вперед назад кстати идет подлокотник для пассажира ну естественно регулируется у нас регулируется у нас спинка давайте сядем на место водителя не знаю мне нравится такой автомобиль очень нравится значит здесь у нас регулировок немного побольше то же самое но плюс у нас сидушка регулируется по высоте кнопка старта расположилась вот здесь вставочки в деревянном здесь у нас отключение функций отключения антибукса подогрев зеркал датчики при столкновении 2 электро двери идет полный мульти руль с возможностью подключить телефон круиз-контроль идет активный с датчиком предстолкновения здесь тоже дерево верхний парк бардачок автомобиль заводим центральная панель вот такого вот плана снизу у нас выдвижной столик внутри килограмма сверху у нас идет подстаканник на один стакан снизу идет розетка кстати место для пульта до для управления мульти руль у нас работает вот включили дай магнитофон у нас сразу камера переднего вида включилась розетка здесь разъемчики юсби еще какой-то какой-то разъем передняя панель климат-контроль тоже изменился идет очень удобно управление ручка переключения передач как на фитах как на визелях камера заднего вида в автомобиле есть она даже с разметкой вот она камера да а вот они сонары дублируются сюда ставим на парковку значит сама центральная панель еще один бардачок сама центральная панель видим стрелка бензобака до бензина у нас больше чем пол бака селектор да где находится далее так сейчас а камеру беру далее значит смотрите когда мы включили дышку да вот нам показаны куда направлены у нас колеса включили с вами парковочку парковочку ну и показано то что на данный момент до автомобиль он работает от гибридной системы пробег на автомобиле двадцать восемь тысяч километров на улице сейчас температура плюс 10 ну и также то есть вот этими кнопками да вот этими кнопками на руле можно регулировать смотреть всевозможные функции которые есть на данном автомобиле вот остаток километража показывает 497 километров можем проехать ладно давайте посмотрим что по месту то есть я сел в принципе да не в принципе довольно таки мне удобно сидеть то есть сидушка такая широкая удобная боковая поддержка очень удобно то что идет подлокотник потому что если допустим подлокотника не будет а вот где-то в дороге едешь у тебя как-то вот рука она будет уставать вот так держать руль все равно хочется расслабиться как то вот куда ты облокотиться положить свой локоть вот не было подлокотников было бы конечно конечно похуже реально огромный монитор родной очень много функций кстати под монитором небольшая вот такая вот ниша и здесь над бардачком тоже присутствуют небольшие ниши что касается обзорности в данном автомобиле за счет вот этих огромных треугольных огромных треугольных стекол но поверьте видно хорошо солнцезащитные козырьки вот такого плана и они очень большие они как бы и широкие и высокие зеркало заднего вида и вот здесь встроено небольшое зеркало для обзора задних пассажиров знаете какой минус на данном автомобиле то есть вот сейчас монитор он открытый я вот постоянно боюсь удариться головой об этот монитор вот так как то будет как то будет покомфортнее если честно далее что у нас здесь есть про датчики я говорил кстати здесь датчик да тоже активный круиз-контроль установлен на данном автомобиле то есть кнопочку нажали захотели выйти дверка у нас открылась кнопочку нажали дверка закрылась ну и вот здесь на мониторе дублируются до дублируются то что идет открытая дверь итак друзья вот кстати сейчас завелся автомобиль ты стояла на батарейке батарейка разрядилась автомобиль завелся то есть поршневая группа заработал давайте еще включим фары покажу как они светят будем заканчивать сегодня попытались сделать немного в другом формате на видео посмотрим что из этого получится вы пока пишите в комментариях получилось у нас или нет ну согласитесь да согласитесь то есть все-таки автомобиль изменился он стал реально симпатичный как то вот агрессивнее ну и и комфортнее я вот проехал сейчас на нем сейчас гоню в транспортную компанию по дороге заехали снять обзор мне понравилось сзади смотрите даже даже котафоты светятся горят ну и цвет тоже такой белый перламутровый шикарный шикарный красивый свет ладно поехали сейчас покажу немного покажу как он ведет в дороге себя так вот начали движение на данном автомобиле проехали вот по таким вот небольшим неровностям но что хотелось бы сказать отметить до подвеска у honda вот на вот этом автомобиле такое ощущение что она стала как-то вот как-то помягче автомобиль знаете вот поехал в развалочку по грунтовке пока ехали сверчков никаких в принципе глобальных таких не было да за исключением вот я так понимаю это третий ряд сидений немного вот присутствует до небольшой посторонний шумок но в принципе терпимо шумоизоляция на данном автомобиле тоже тоже достойная так выезжаем увидите как мониторчик у нас светится и смотрите вот едем до показано то что автомобиль расходит расходуют электроэнергию она у нас передается на на передние передние колеса и при небольшой скорости до когда вот менее 20 километров в час начинаем с вами притормаживать у нас автоматически включается камера переднего вида ну вот сейчас показано то что батарея у нас с вами разрядилась пошел заряд то есть батарея начинает на заряжаться сейчас батарейка набьется и автомобиль опять перейдет в работу будет работать на электромоторе на батарее когда мы начинаем движение да то есть увеличиваем скорость камера переднего вида она автоматически у нас отключается друзья ну давайте немного покажу дай работу активного круиз-контроля вот выставили мы скорость 42 километра в час машина сейчас данный момент тормозит сама но минусы до минусы данного скажем так круиз-контроля что при скорости менее 30 километров в час он отключается вот сейчас немного скорость набрали и получается что он даже короче говоря он и отключается и не включается то есть данный момент я круиз-контроль включить не могу не в принципе она и понятно то есть по городу круиз-контроля мало да кто пользуется он нужен по трассе но все равно это это немного как-то вы знаете неудобно допустим ладно едет до автомобиль едет автомобиль то есть скорость меньше 30 километров в час и ты как бы думаю что что ты едешь на круиз-контроле ты уверен то что у тебя вот этот датчик работает а круиз-контроль по факту он отключился ну короче говоря неудобно неудобно и можно проморгать ладно сейчас центр города едем по центру города едем на игрушель вот там будет чуть дальше будет более-менее по свободнее то есть включим круиз-контроль посмотрим как он работает также на данном автомобиле есть датчик движения по полосе так посмотрите вот более-менее нормальное движение пошло до выставил круиз-контроль так получается видите машинка да она как бы пустая сейчас датчик увидел впереди едущий автомобиль машинка она загорелась ну и вот машина сейчас я ногу с тормоза убрал она сама остановилась вот видите опять да как бы скорость скинула скоро скинулась круиз он выключился по мне так это это реально ребята это очень неудобно а чуть шаг круиз-контроля один километр максимум его можем выставить давайте посмотрим она вот если я зажал то получается шаг идет 10 километров максимального выставляется круиз-контроль на 115 километров в час также вот это получается кнопочкой вот эта кнопкой можем регулировать расстояние до впереди едущего нас автомобиля вот смотрите опять светофор до скорость 29 все круиз выключился то есть если я не заторможу вот видите даже загорелся восклицательный знак то мы бы въехали впереди едущий автомобиль это я еще раз повторю это очень неудобно еще немного не нравится да камера переднего вида это полезная штука но то что она постоянно мелькает то она загорелась то она наоборот потухло скорее всего эту функцию как-то вы видите на глаза как-то это вот давит скорее всего эту функцию можно отключить я не уверен но я думаю я думаю можно далее что касается динамики автомобиля давайте немного пропустим впереди едущий автомобиль вот газ в пол да это робот это робот он тупит то есть ему нужно какое-то время чтобы он начал набирать обороты вообще динамика конечно не знаю нравится довольно таки хорошая динамика вот плавненько газ до после этого автомобиль попер то есть он едет и робота ты когда едешь ты вот такое ощущение то что ты едешь на механической коробке передач то есть ты слышишь как у тебя переключаются как переключаются скорости ладно подъезжаем транспортной компании в общем вот такой вот получился небольшой мини краткий обзорчик да про про данный автомобиль на сегодня все всем пока